МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Привет спортсменам и болельщикам! Надеюсь, ваша спортивная неделя была насыщенной. Если же вы пропустили то или иное состязание, не знаете, какой счет был в матче любимой команды, вам сюда. Это программа Дополнительное время. Еженедельный дайджест спортивных событий закрытого города. Готовы? Тогда на старт. Внимание, марш! В Сарове завершился чемпионат Школы Росатома по футболу 5+. В спортивном зале стадиона Икар кипели настоящие спортивные страсти. Ребята демонстрировали освоенную технику игры в футбол, учились действовать в команде, проявляли целеустремленность и умение доводить ночное дело до конца. Каждая игра была по-своему интересна и вызывала бурю эмоций. Победителями муниципального этапа чемпионата стала команда детского сада номер 19. Второе место заняла команда детского сада 15. На третью ступень педе стала почета. Поднялись ребята из детского сада номер 42. Лучшим игроком признан Илья Миранович из детского сада номер 42. Лучшим бомбардиром Вадим Санкин из 19 сада. Лучшим вратарем Анатолий Федькин из детского сада номер 37. Команде детского сада номер 19 предстоит сразиться на зональном этапе, который будет проходить с 6 по 31 мая. За путевку в финал чемпионата. 24 марта в Сыктывкаре завершилось первенство России по лыжным гонкам среди юниоров. Честь города и всей Нижегородской области защищали спортсмены Саровской спортивной школы Олимпийского резерва «Атом». В индивидуальной гонке классическим стилем на 10 километров Павел Сашков вошел в десятку сильнейших спортсменов, пробежав дистанцию за 26 минут и 37 секунд и занял седьмое место. Благодаря своему результату лыжник выполнил норматив мастера спорта России. Тренируется спортсмен у заслуженного тренера России Николая Седова. 25 марта в подростковом клубе «Здоровье» прошел команда-чемпионат по настольному теннису среди клубов по месту жительства Центра внешкольной работы. В соревнованиях приняли участие 6 команд разных возрастов. Победителем чемпионата стала команда клуба «Здоровье», в составе которой выступали Валерий Краснов, Михаил Жимонт и Денис Минаков. Второе место заняла команда «Глуба Греция» в составе у Руслана Ромашова, Яна Тырзова и Никита Фитца. Бронзовыми призерами соревнований стали спортсмены клуба «Мечта» Дмитрий Сысоев, Вадим Потрогин и Юрий Краснощеков. В марте в Смоленске прошел зимний чемпионат России по легкой атлетике среди ветеранов. «Саров» на этом чемпионате представила Мария Кузьмичева. В старшей возрастной категории спортсменка завоевала аж две золотых медали на дистанциях 60 метров и 200 метров. На короткой дистанции Мария показала результат на уровне кандидата в мастера спорта, а на средней дистанции первого разряда. 23 марта «Саровский Атом» играл на «Вбалахне» с командой «Волна». В первой половине матча наша команда никак не могла найти свою игру, промахиваясь из выгодных позиций, в то время как хозяева реализовывали свои шансы. «Атом» все же ушел на прерыв с небольшим преимуществом благодаря хорошей игре в защите. 20-24. Во второй половине наша команда прибавила и в нападении. Комбинационные атаки чередовались быстрыми прорывами. В четвертой четверти «Атом» довел свое преимущество до уверенной победы в плюс 30. Самым результативным игроком матча стал наш Валерий Щеголихин. Итоговый счет 41-70 в нашу пользу. На прошлой неделе обновленный комплекс «Готов к труду и обороне» отметил свое пятилетие. По этому поводу в СК «Юниор» прошли соревнования по подтягиванию, а также у всех желающих приняли нормативы комплекса. Мы съездили и поговорили со спортсменами. Пять лет назад в стране появился и прочно вошел в повседневную жизнь спортивный комплекс «Готов к труду и обороне». Как и в советское время, его основная задача – делать молодежь быстрее, выше и сильнее. Ксения Кузнецова со спортом на «ты» много лет. За спиной у девушки 10 лет занятиями художественной гимнастикой и звание кандидата в мастера спорта. Но даже для нее в комплексе ГТО есть свои сложности. Для меня всегда, изначально, с самого детства было трудно бегать, потому что, ну и я не знаю почему, именно выносливость. Да, в гимнастике было совсем по-другому и выносливость была, но вот с бегом я не дружу с самого детства. По мнению Ксении, комплекс упражнений ГТО это очень здорово и делает даже не в дополнительных баллах, которые прилагаются к значку высшей пробы. Я думаю, что, ну, безусловно, это выбор каждого, но это нужно – узнать свою подготовку, узнать, готов ли вообще физически. В 2018 году в Сарове зарегистрировалось и приступило к выполнению норматива ГТО более 2000 человек. Одним из самых сложных испытаний для мужчин, как показала практика, стало подтягивание. Павел Лохматов легко подтягивается 15 раз. Для начала нужно научиться подтягиваться с рывками. После нескольких, ну, уверенных повторений, то есть раз пять, можно переходить к подтягиваниям без рывков. Начинать, ну, с минимума, там, один-два раза, а дальше увеличивать количество. Пройти тестирование ГТО сегодня может любой желающий. И для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте комплекса, получить уникальный номер участника и записаться на сдачу. А дальше все зависит только от общей физической подготовки кандидата и его стремления быть лучшим. Кирилл Васильев, Владимир Литик, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Я думаю, что если вы увлекаетесь боксом, то хоть раз слышали про мальчика по имени Сашу Карасев. Его успехи на ринге в столь юном возрасте просто поражают. За последний месяц он четырежды выезжал на соревнования. Через «не могу» и «не хочу», преодолевая боли, закаляя характер. Двухминутное силовое упражнение показывает, у кого из ребят есть бойцовские качества и сила воли. Кто из них способен идти к победе и завоевать звание чемпиона. Саша Карасев занимается в сексе бокса более трех лет. Он десятки раз поднимался на пьедестал почета. Но каждый выход на ринг для него – это борьба со своими страхами. Для меня самый сложный в боксе – справиться с волнением. Настроиться на борьбу помогают установки тренера. Саша всегда внимательно слушает своего наставника и старается строго следовать его рекомендациям. Уверенности в своих силах придают регулярные тренировки в спортзале. Много подготовки, много нагрушек работы, много в парах. Отрабатываем удары, комбинации. Максим Филиппов занимается боксом всего полгода. Тренер отмечает в мальчишке невероятное желание добиться в этом виде спорта успехов и достойно представлять наш город на различных соревнованиях. Сам же юный спортсмен уже вывел для себя формулу беспроигрышного ведения боя. Я считаю, что главное в боксе – нужно держать руки, чтобы не пропустить удар. Каждый из них мечтает стать чемпионом и прославить родной город на весь мир. А пока впереди у воспитанников Вячеслава Дронова новые соревнования и турниры. А значит, нужно усиленно тренироваться, чтобы еще на один шаг приблизиться к своей мечте. Зима подошла к концу, а вместе с ней и сезон у сноубордистов, лыжников и прочих любителей активного зимнего отдыха и спорта. Особенно отличились в этом году юные горнолыжники, что занимаются на горе Глубокой. Мы с ними встретились и выяснили, как прошел сезон. Сезон активных тренировок и соревнований у юных горнолыжников под руководством Ларисы Караваевой подошел к концу. Откуда только ребята не привозили свои дипломы и медали. Мы четыре раза съездили на разные этапы. Мы участвовали в соревнованиях «Герои будущего», где участвовал где-то человек 80. И практически все наши детки стояли на пьедестале, все были в медалях, в кубках. А еще несколько поездок в спортивной деревне «Новинки» и «Хабарская». Успехи юных спортсменов из Сарова были отмечены даже в областной федерации горнолыжников. Сезон сравчане закрыли на областных соревнованиях, которые прошли под Нижним Новгородом. Классная стала трасса «Гиганта», «Ледяная гора». Мы просмотрели трассу с детками, запутаться в ней уже было невозможно, потому что «Гигант», он все-таки, путаться в нем, если только вылетишь. В итоге три первых места, целый россыпь медалей другого достоинства, а еще кубки и дипломы. Среди спортсменов десятилеток лучшим оказался Олег Шибанов. В руках у мальчика сразу два кубка. Первый кубок за второе место мне достался в новинках, в соревнованиях. Я соревновался с 12-летним моим братом и занял второе место. За первое место я его получил в Хабаровском, в соревнованиях в Нижегородской области. Самыми юными победителями из команды, которая представляла Саров на заключительных соревнованиях, стали Маша Антипова и Тимофей Вецель. Машенька у нас вообще чемпионка из чемпионок. Ее у нас пока не обгоняют даже мальчишки, даже порой и девятилетние. Активный горнолыжный сезон остался позади, но ни тренер, ни ее подопечные не намерены долго отдыхать. В планах летом попасть в специализированный лагерь для горнолыжников в Нижегородской области, чтобы в следующем сезоне прибавилось и наград, и медалей. Такой была эта спортивная неделя в Сарове, состоящая из побед и поражений, успехов и неудач. Хотите быть в курсе всех наших новостей, первым узнавать самую актуальную информацию, быть героем наших сюжетов и программ, тогда подписывайтесь на наш канал в Ютубе или присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук и Одноклассники. Всем побед! Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова